На предвыборной арене пролилась первая кровь. На этот раз политическим рингом стал вот этот двор на Кухонском шоссе. Объезжая окрестности, коммунисты заметили группу молодых людей с большими сумками. Ребята оказались своеобразными предвыборными санитарами леса. Нехорошие агитматериалы оппозиционных партий из почтовых ящиков изымали. Правильные оставляли. Пытались остановить, провести до полиции. Они напали в это время на меня. То есть вдвоем пытались его защищаться. Потом, видите, еще трое пытались подбежать. Вот, кое-как, до полиции продержались. Видите, бусы раздорованы, порвали все. Картина произошедшего, со слов помятых автаниевым молодых людей, разительно отличается от версии коммунистов. Меня напал этот человек. Начал бить. То есть просто ни с того ни с сего. Да, и снимать на видео. Версия местных жителей такова. Одни бросали, другие выбрасывали. Другие подороны, других, кто выбрасывает. Один побежал туда, один говорит, ой, подождите, они меня уже приметили, иди другой. Ну, и пошел другой. Я ушла в квартиру, немного драку слышала. Я думала, на улице, что случилось на настройки. А здесь, ну, здесь, бюджет все, и все стояли, все по трёху, по трёху, по трёху, наверное. Полицейские, приехавшие на вызов, отвезли всю компанию в отделение. Итогом потасовки стали несколько синяков, разбитый нос, килограммы испорченных агитматериалов и прокушенный палец кандидата Автанеева. А тем временем местные жители предлагают радикально решить проблему предвыборных войн. Да всех стрелять надо. Всех полностью. Всех полностью. И вот всех. А у него не полностью. Дома строят, так надо, дом строили, дорогу делать. А теперь они хорошие какие, дорогу сделали. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.